В Америке хорошо, но дома все же лучше. Глава государства встретился с казахстанскими IT-специалистами, работающими за рубежом в крупных компаниях. Приятная встреча может стать многообещающей для казахстанской сферы IT и привести к пополнению в рядах отечественных программистов. О чем говорили айтишники с президентом и что ему подарили, расскажет наш корреспондент Динара Жан-Батырова. Деловые разговоры за чашечкой кофе, а лайтовая нью-йоркская атмосфера так и располагает в беседах о бизнесе. Акции, фьючерсы, инвестиции, финансовые термины слышны повсюду. По-американски все важные переговоры глава государства провел до обеда. С 8 утра по нью-йоркскому времени без перерыва он успел встретиться с лидерами глобальных финансовых институтов. И надо отметить, спустя 5 часов переговорный зал он покинул с улыбкой и в весьма хорошем настроении. Участвовать в развитии альтернативной энергетики, участвовать в проектах перехода с угля на газ, то есть это тоже вызвало такой, соответственно, большой интерес. То есть вот несколько направлений, приватизация, декарбонизация, энергетический переход, вопросы развития зеленых финансов, это все то, что интересует глобальных инвесторов, и они солидарны с позицией Казахстана и выражают большой интерес. Но мало привести технологии, надо найти и вовлечь такие же современные и продвинутые кадры. И похоже, что глава государства их уже нашел. Я училась в Алматы, не так давно переехала в Сан-Франциско, где и начала работать в компании. У меня долгосрочный контракт. Если вернетесь в Казахстан, вас бы в правительство. В Америке хорошо, но в Казахстане замечательно. Эти ребята называют себя диджитал-номадами. Айтишники, программисты и просто крутые управленцы. Все они работают в крупных мировых компаниях. Google, Apple, Amazon, Barclays. Свой опыт и знания они готовы привезти домой. Есть идея в группе диджитал-номадс. Это спортивное программирование. В диджитал-номадс у нас в группе 300 человек. И все они молодые ребята и работают в больших тех компаниях, в хороших должностях. В Google, Apple, Amazon, Tesla. Во всех больших компаниях. И очень талантливые ребята. Мы можем еще больше талант-пул сделать в Казахстане, чтобы еще больше ребята тянулись. Они помогают и производят менторство для обучающихся по IT-специальностям в Республике Казахстан. Второе. Они работают над тем, чтобы переводить сложную технологическую литературу на казахский язык. Потому что на казахском языке технологической литературы недостаточно. Третье. Они помогают именно развитию спортивного программирования. В завершение беседы лучшие в мире разработчики и айтишники подарили Касым Жумарту Токаеву умные очки и теплую толстовку с логотипом цифровых кочевников.